Генсик ООН, Гутериш, как пишет Washington Post, это серьезное издание, не был доволен визитом в Украину в прошлом году. И, как он сказал, старался улыбаться, когда решила территориальная целостность Украины. Он жаловался на несколько обстоятельств. То, что ему пришлось ехать в Киев прямо сразу через несколько дней после приглашения, что его якобы не предупредили от церемонии вручения наград военным, а Гутериш не хотел приветствовать военнослужащих любой стороны, как он сказал. Ну и он сказал, что он хотел очень помочь украинцам. Приехал, что помочь, но украинцы якобы делают все, чтобы ликвидировать ООН. И обижен человек очень сильно. Мы помним, что сейчас заседает Россия, ведет заседание ООН. То есть они даже на это не сподобились принять политическое решение. Ну, тут даже больше, если дальше пойти. ООН в 91-м году, до 91-го года, приняла решение после вторжения Ирака в Кувейт. Было вот такое же вторжение, как Россия вторглась в Украину. Ирак вторгся в Кувейт. Совбез ООН приняла решение на проведение операции. Буря в пустыне, около шести стран отправили свои контингенты с финансированием ООНовским. Там реально была собрана хорошая армия под хорошим толковым управлением. Была уничтожена практически иракская армия. Была восстановлена суверенитет Кувейта, согласно всем основополагающим документам ООН. Вот это ООН вмешалась в конфликт, выполнила свою задачу. И за это ей можно похлопать в ладоши. То есть когда-то могли? Они могли, да. И вот потому того руководителя ООН, который на тот момент был, тогда можно было вопрос решать. Может быть, он бы остался доволен. А это приехало в Украину не для того, чтобы посмотреть механизмы, как организовать операцию ООНовскую, голубые каски, привлечь десяток стран, военнослужащих этих стран и уничтожить российскую армию на территории Украины, помочь хотя бы уничтожить российскую армию на территории Украины и восстановить территориальную целостность Украины. А ООН приехало за зерновой сделкой. У него проблема большая с зерном, у него тиграм мясо не додают где-то, это так образно говорю, из фильма. То есть вот эта его проблема обеспокоила. Скорее всего, на трейдерах, на всей этой теме, где-то, скорее всего, появился какой-то заработок, не более того. Потому приехал не секретарь ООН, а приехал, хорошо нас немного людей слышит, с моей точки зрения, просто барыга. Вот такой трехкопеечный барыга, который приехал решать вопрос, выстекающий кровью страну, приехал решать вопрос о вывозе зерна под какие-то копейки для своего кармана. Но это очень плохо смотрится. Я вообще не знаю, почему наши спинка его не отправили. Вообще зачем надо было принимать. А ООН однозначно, это бестолковая организация, ее не должно существовать. Как в свое время Лига наций почила в БОЗе. Я думаю, ООН после нашей войны также в том же БОЗе почил. Ну, вот знаете, вы говорите, что это про зерновую инициативу. Вот я уже вам задавала этот вопрос, но считаю его очень таким болезненным. Потому что многие эксперты говорят, что зерновая инициатива под угрозой закрытия. Россия заблокировала опять инспекцию судов в Босфоре. Делают они, что хотят, что им придет в голову. И, насколько я знаю, 17 апреля российская сторона во второй раз заблокировала инспекцию судов. Это уже не первый раз было. 10 апреля на совместном координационном центре в Стамбуле в одностороннем порядке прекратила регистрацию судов, которые украинские порты дают для формирования плана. То есть, понимаете, почему одна бандитская сторона должна командовать на Черноморском флоте, на Черном море. Поэтому, почему международная общественность, тот же ООН и другие не ставят эти вопросы? Дело в том, что ее не должно было быть. Зерновой сделки просто не должно было быть. Люди, которые организовали зерновую сделку со стороны Украины, это государственные преступники. Их судить нужно по 111 статье. Это госизмена. Они пошли на контакт с Российской Федерацией. Эти люди с офиса президента, там Арахами, Ашутара Хамил, я не знаю, там целый пул этих людей был. Конкретно после смены власти, я думаю, в следующем году мы поменяем эту власть. После смены власти эти люди все пойдут под суд, как раз по статье госизмен. Не должно было быть никакой сделки, даже разорванной сделки. Здесь любой суд докажет, что она не была разорвана. Даже разорванной сделки через ООН, как они... Кстати, ООН здесь использовалась как прокладка. Прокладка имеется в виду прокладка. В чистом виде прокладка для того, чтобы вроде как замылить очи. Разорвать сделку. А это прямая сделка с Россией была по вывозу нашего зерна и по разрешению вывозу россиянам зерна. Раз. Отгрузки российских удобрений. А это, считай, продажа газа. Дело в том, что удобрения в основном у России, они из газа производятся. Это не калийные белорусские. Это в основном азотные, которые газовые. Дальше и продлили снятие санкций. То есть некоторые банки российские получали и до сих пор получают деньги от такого рода действий. То есть санкции не были введены. Россия получила десятки миллиардов долларов по этих сделках. И не по прямой, а еще и по косменным положительным моментам, которые с этим связаны. Потому наши участники этой сделки, конкретные преступники, преступники, которым, ну, как минимум, должно светить пожизненное с полной конфискацией. Они россиянам организовали миллиарды долларов, а каждый доллар – это пуля нашего солдата, который обратно приходит. Они же покупают сейчас уже вооружение. Потому ее просто не должно было быть. Вопрос с зерном решается очень просто. Ну, проще некуда. Проблема – это в три дырах. То есть три дыра, которые закупали зерно в Украине, им надо было вывезти. Три дыра в основном из некоторых оппозиционных партий, хотя из всех партий, неважно, они все тут партийцы. Ну и, естественно, зарубежные три дыра, которые просто торгуют зерном. То есть им надо было под какую-то тему начать вывозить. А вот мозгов не хватило просто подключить тот же ООН. И у ООН не хватило ни мозгов, ни того запала, который был 30 лет назад. Вам нужно зерно. Пожалуйста, заходите, организуйте. Как они… Дело в том, чтобы организуют же караваны под прикрытием войск натовских. Организуйте караван, прикрывайте кораблями натовскими. Идет этот караван в Одессу или в порты Южные. Загружается всем, чем надо. Почему только зерно. У нас еще есть и алия, и металл, и руда. У нас очень много чего. Украинскую экономику, которая недополучает сегодня очень много. Украинская экономистическая элguy. Да. Украинская бега и орда. Украинская бега и орда. Илия, который летит этот караван в зерно. Продолжение следует...